Спасатели отметили профессиональный праздник. Торжественное мероприятие состоялось 21 января на центральной площади города. Сюда прибыла аварийно-спасательная техника и личный состав Пинского гор-отдела по чрезвычайным ситуациям и Центра республиканский отряд специального назначения. По традиции с поздравительной речью выступили начальники обоих подразделений Вячеслав Лазюк и Андрей Козлов. Прошлый год для спасателей отмечать руководство выдался довольно сложным. Мы поимели очень много пожаров в экосистемах, но с достоинством мы справились с этой задачей. Все пожары были ликвидированы в кратчайшие сроки, все загорания, которые происходили. Вообще необходимо сказать, что в целом эффективная работа надзора и профилактики позволила нам добиться хороших результатов. Мы имеем снижение общего количества пожаров города и района, мы имеем общее снижение количества погибших людей от пожаров и воздействия их. Отличившиеся по службе сотрудники в этот день получили грамоты от Министерства по чрезвычайным ситуациям и Брестского областного управления МЧС, а также юбилейные медали и один нагрудный знак. Троих сотрудников повысили в званиях. Всего в списке награжденных более 30 пинских спасателей. Присяга продолжила праздничную церемонию. Шесть молодых работников, пополнивших ряды личного состава, присягали на верность Республике Беларусь и ее народу. На сегодня в составе горное дело по чрезвычайным ситуациям служат более 200 человек. Как отмечает руководство, основной кадровый потенциал сохранить удается, однако из года в год наблюдается и обновление. Около 10 человек каждый год мы провожаем на заслуженный отдых и приблизительно столько же мы берем на службу. Есть еще, конечно, перемещение по службе в другие отделы. К нам кто-то приходит, на повышение мы отправляем или на равностоящие должности. Но в основном 10 человек каждый год мы принимаем на службу. Бывает до 15 человек. Далее спасатели с троем отправились в кафедральный собор воскресения Славущего. По новой традиции второй год подряд по случаю празднования Дня Спасателя в храме заказывают благодарственный молебен, по окончании которого сотрудники из рук правящего архиерея получают церковные награды. В этом году три человека были удостоены архиерейских грамот.